Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами о шишке на половом члене. Шишка это уплотнение, это нарост на половом члене, иногда имеющий воспалительный привод, то есть красный, иногда невоспалительный. Итак, что же может быть шишкой на члене? Во-первых, это возможно воспаление просто в виде аллергии. В таком случае это зуд, это отек, это состояние по типу аллергического дерматита. Припухлость на члене зудящая, в ряде случаев покрываешься мелкими пузырьками. Второй вариант это может быть атерома. Сальная железа, которая переполнена салом, увеличивается в размерах, соответственно создает выбухание. Называется вот это шишкой. Следующий вариант это лимфангит или лимфангоид. Воспаление лимфатического сосуда. Чаще всего оно находится на крайней плоти, но может быть и на любом другом участке кожного покрова полового члена. Причиной воспаления лимфатических сосудов, как правило, это инфекция. В первую очередь исключают половые инфекции. В таком случае шишка представляет из себя скорее такой тяж, похожий на сосуд. Длинный, воспаленный, плотный. Бывает, что он не воспаленный, цветокожий, но плотный, длинный. Следующая причина это сифилис. В начале своего течения, в первом периоде, так называемый твердый шанкар, появляется просто уплотнение шишка на члене. Затем она изъязвляется и появляется уже плотная язвочка с сопутствующими паховыми лимфатическими узлами. Поэтому при любых шишках на половом члене всегда нужно проверить на сифилис. Это могут быть также болезни пейронии. Ну, здесь из-за длительности ее течения более-менее все понятно. Это разрастание соединенной ткани и рубца, грубо говоря, внутри полового члена. Замещение в рубцовой ткани. Он, как правило, искривляется. Шишка плотная. Половая болезненность из-за того, что член сильно искривлен, это мешает, это не дает нормально совершиться в половом члене. Ну и, наконец, различные злокачественные образования по типу онкологии могут протекать совершенно по-разному. И язвочками, и уплотнениями, и наростами на члене. Поэтому всегда любую шишку он дифференцирует с онкологией. Особенно, если она медленно, планомерно растет. Что же делают при шишках на половом члене? Ну, во-первых, можно посмотреть ультразвуковое исследование самой шишки полового члена. Во-вторых, можно сделать биопсию. Маленький кусочек, щепочек взять с шишки и отправить на гистологию, чтобы посмотрели под микроскопом на строение этого образования. Опять же, анализ крови на сифилис и желательно на ВИЧ. Всегда делают при подозрительных шишках на члене. Ну и такие вещи, как тесты на аллергии и так далее, обследование у аллерголога. Это уже, ну, в общем-то, в целом, спокойное, полномерное обследование подразумевает и эти исследования. Когда уже исключены опухоли, сифилис, половые инфекции. Тогда уже начинают искать в сторону аллергии, болезни пейронии и так далее. В случае образования шишки на половом члене нужно обратиться к врачу-венерологу и врачу-урологу. Врач-венеролог занимается исключением половых инфекций сифилиса, заболевания передают половым путем, которые живут непосредственно в мочеполовом канале. Врач-уролог занимается диагностикой урологических заболеваний и опухолей. Вот эти два врача наиболее часто диагностируют и лечат шишки на половом члене. При образовании шишки на половом члене обращайтесь в Москве в наш медицинский центр Платный ГВД. У нас принимают опытные венерологи-урологи, которые обладают всем спектром обследования при шишках на половом члене и при выявлении четкого диагноза назначат грамотное лечение, которое приведет к исправлению, избавлению от этого недуга. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.